Давайте будем откровенны. Россия практически единственная страна, которая действительно наказывала практическую помощь Армении в этой тяжелейшей ситуации. Цена огромных усилий. Были прекращены боянные действия, остановлена гибель людей, молодых солдат. Это очень важно. Это были предприняты и предпринимаются сейчас. Действительно, очень большие усилия, вкладываются большие ресурсы в то, чтобы вернуть наборный карабан к мирной жизни, создать предпосылки для его дальнейшего развития. И наш миротворческий контингент, и Международный межгосударственный центр гуманитарного содействия, и Международный межгосударственный гуманитарный центр, действительно, вкладываются в это очень большие ресурсы. Мы придаем очень большое значение тому, чтобы население в Армении как можно быстрее преодолело тот стресс, который был нанесен войной, почувствовало бы себя в безопасности, обрело уверенность в завтрашнем дне. И важную роль в этом играет и российская военная база, наши пограничники, в том числе, благодаря тем усилиям, которые они прилагают для обеспечения нормальной жизни в Сюнике. Мы все знаем, да, предпринимаются и серьезные шаги в плане углубления нашего взаимодействия в сфере безопасности, в том числе по линии оборонных ведомств. На ряду с этим начата работа в трехстороннем формате по разблокированию коммуникации в регионе. Вот этот аспект, на мой взгляд, показателен с точки зрения того, что он показывает наш подход к вопросам безопасности и союзничества. Этот подход, разумеется, предполагает всяческое содействие, обеспечение безопасности союзников, защите их интересов. И одновременно мы исходим из того, что эффективно решать эту задачу можно только создавая и укрепляя предпосылки к мирному развитию, к стабильности, мирному развитию региона. Вот несколько аспектов, которые я хотел бы в качестве вот такого вступительного слова выделить. Ну, думаю, что участники конференции более детально разберут все аспекты наших союзнических отношений в контексте, в том числе и нынешней, весьма непростой ситуации. Но, повторяю, очень важно в такие моменты не терять главное видеть с деревьями лес. Те базовые факторы, которые на протяжении веков определяли и продолжают определять наши взаимоотношения. Я думаю, что только такой подход и в интересах наших стран, наших народов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.